Всем привет дорогие друзья, с вами Чиргинс и сегодня я решил сделать обзор на один очень крутой мод. Мод реально очень крутой и он почти как полноценное обновление Майнкрафта. Он будет обновлять край в Майнкрафте. Как вы все помните, край не особо интересный, а этот мод сделает его очень интересным и крутым. Я пока что еще не совсем до конца разобрался в этом моде и будем наверное разбираться с вами вместе прямо на видео. А сейчас я вам покажу с самого начала только те вещи, в которых я разобрался. Ну что ж, погнали. Так, этот мод реально довольно большой. И давайте начнем с самого интересного, по моему мнению, это с мобов, которые добавит нам этот мод. В этом шалкербоксе у нас есть три новых моба. Вроде бы только три новых моба добавляет этот мод. И первый из них это Корова Энда. Вот как она выглядит. Смотрите, у нее прикольные рога и грибы на спине. В принципе, от обычной коровы она особо ничем не отличается. Но если мы ее подаем, то мы получим вот такое вот особенное молоко. И в Креасиве это молоко пьется. Я не знаю, почему оно не пьется в выживании. Но в общем-то она нам дает эффект стойкости. Стойкость четыре. Мне кажется, это очень круто. Теперь давайте попробуем убить эту корову. Итак, один, один, два. Из нее нам попадает вот такое вот новое мясо, которое мы можем пережарить. Давайте сейчас я попробую его пережарить. Так, заходим нашу печку. Пойдем сюда уголь мяса. И теперь осталось немножко подождать. Так, вот мы получили одно пережаренное мясо. Давайте его съедим. И она нам дает эффект поглощения урона. Два. И это реально очень круто. Вместе с молоком это будет вообще офигенно. То есть стойкость четыре. И поглощение урона два. Это, мне кажется, довольно прикольный моб. Но давайте я вам покажу следующего. Следующий моб это у нас Блейз. То есть Тифрид. Вот так вот он выглядит. Он в принципе особо не отличается от обычного, который я в аду. Но у него гораздо больше жизни. У него их вроде бы сорок, если я не ошибаюсь. Давайте попробуем его убить. Давайте сначала переключусь в выживание. И посмотрим, насколько он сильный. Вот я переключился в выживание. И, как видите, он меня начал уже стрелять какими-то своими шариками. И он довольно мощный. Я в назаритовой броне. И он мне сносит очень много урона. Блин, он меня сейчас убьет, скажите. Бежим. Он меня убил. Блин, а почему он такой жесткий? Наверное, против него нужна новая броня. Сейчас мы попробуем его убить. Нет, ну по-моему, разработчики сделали какого-то реально слишком жесткого моба, потому что он меня легко убивает даже в назаритовой броне. Самой крутой броня Майнкрафта на данный момент. Но с этим модом здесь есть еще более крутая броня. Так, как убрать эти частицы? А то от них очень сильно лагает. Ну ладно. Давайте перейдем к следующему мобу. Следующий моб это у нас зомби. Нендовые зомби. Вот как он выглядит. Он умеет телепортироваться. А еще он очень сильный, как видите, у него. Зеритовый меч. И алмазная броня. У него еще очень часто бывают алмазные спаги. Давайте попробуем его убить. Он реально очень живучий. У него 40 жизней, по-моему, тоже. Так, он телепортировался куда-то. Вон он. Как видите, я его очень долго дынал даже надзритовым мечом. И когда мы его убьем, мы получим вот такую вот гнилую плоть. Давайте ее попробуем съесть. И на нас накладывается отравление и голод. То есть это гнилая плоть еще хуже, чем гнилая плоть от обычного зомби. Ну ладно, давайте перейдем теперь к очень интересному тоже, это к оружию. Итак, этот мод нам добавляет вот такие вот инструменты. Давайте надзритовый меч мы уберем. Здесь есть вот такие вот инструменты из нового эндового дерева. Они, в принципе, такие же, как из обычного дерева, но чуть-чуть получше. То есть у обычного деревянного меча у него урон плюс 4, а у этого плюс 5. И, в принципе, в них нет ничего интересного. Ну ладно, давайте я все-таки их возьму тоже. И испытаю, например, меч. Возьмем поборника, распавним его и испытаем меч. Как видите, он обжигает его с трех ударов. Теперь давайте я вам покажу новые эндовые инструменты. Они сделаны из эндерита. Как видите, вот. И посмотрите, какой здесь мощный меч. Люк 14 урона. Это вообще, я не знаю, это очень мощно. Вы еще не видели последний вот этот вот топор. У него плюс 40 урона. Я не знаю, что это за ебая, но это вообще супер мощное оружие. Он убивает с этого. Разоритель с двух ударов. Это реально очень мощное оружие. Давайте сначала попробуем убить поборника вот этим мечом. Иди сюда. Раз, два. Из двух ударов. Ну, из двух более мощных ударов. И теперь давайте я вам покажу вот этот вот молот. С одного удара обычного. И у разорителя, вы как вы знаете, у него 100 жизней. Теперь смотрите. Раз, два. Все. 100 жизней просто с двух ударов. Я не знаю, что это за ебовое оружие, но это очень круто. Ладно, убираем эти вещи. И вот как крафтится это все у нас. Обычный инструмент у нас крафтится. С помощью вот таких вот новых палок, которые делаются из... Сейчас покажу, как они делаются. Вот здесь вот штук. То есть, мы просто кладем сюда два жемчуга энда. И получаем вот такие вот палочки. Чтобы сделать нам... Чтобы добыть вот эту вот руду, нам нужна новая руда. Которую я почему-то не нашел в инвентаре. Возможно, я найду ее в кровью. В кровь мы отправимся в конце видео. И изучим его тоже. Происпоцент, как у нас делаются эти инструменты. А точно так же у нас делается меч. Вот здесь и остальные инструменты. А топор у нас делается уже немножко посложнее. Ребят, как оказалось, чтобы его скрафтить, нам нужен новый эндоритовый блок. Который крафтится с помощью девяти вот этих вот слитков. Крафтим эндоритовый блок. Теперь разбираем свои слитки отсюда. Уложим эндоритовый блок сюда. Уложим сюда палки. Уложим сюда сначала эти око-эндера. Которые жемчуга края. И вот сюда вот два око-эндера. И где? Я не пойму, почему он не крафтится. Хотя я делал все правильно вроде. Но, в общем-то, на сайте написано, что он крафтится так. Я почему-то скрафтить его не могу. Ну ладно, давайте перейдем к следующему. Сундуку, где у нас будет лежать новая наша броня. Итак, переходим к следующему сундуку. И здесь у нас лежит новая эндоритовая броня. Она крафтится точно так же, как железная броня. Вот из этих вот слитков. То есть вот таким вот образом. Просто заходим сюда и крафтим, например, эндоритовый нагрудник. И так же крафтится вся остальная броня. Давайте попробуем ее надеть. Нет, давайте ее сравним с эндоритовой броней. Так, я переключился в выживание. Ставим сюда наборника. И смотрим, сколько он нам наносит. По одной жизни сносит. Хорошо. Убиваем его. И теперь давайте назинем нашу новую броню. Так, топор мне не нужен, дело. У меня есть оружие покруче. Сейчас я немножко восстановлюсь полностью. Вот, если что, сейчас я играю на нормальной сложности. И давайте посмотрим, сколько он нам будет сносить в этой броне. Точно так же по одному сердечку. Значит, она не намного круче, чем назаритовая. Но все-таки я буду ходить в ней. Кстати, давайте посмотрим, как я выгляжу в ней. Ну, в принципе, прикольно. Как будто даже не эндоритовая броня какая-то. Не зенда, а какая-то, я не знаю, что это. Как будто какая-то заросшая броня. А, кстати, забыл сказать. Ссылка на мод будет в описании под этим видео. Там так же будет сайт, на котором вы можете посмотреть, что вообще добавляет этот мод. Потому что я могу что-нибудь пропустить. Хорошо. В этом сундуке у нас есть новая еда. Это, кстати, вот тортик. Он вообще офигенный. Если мы поставим тортик, и когда мы будем откусывать от него кусочки, то он нам будет давать различные рандомные эффекты. Хорошие эффекты, самое главное. Например, вот мы откусили один раз. И он нам дал ночное зрение. Откусили второй раз. Он нам дал скорость 2. Откусим еще раз. Он нам дал силу. Сила 2. Еще раз. Регенерация. Дальше. Эффективность. Или что? А, проворство. Она называется. Теперь он нам дал прыгучесть. И последнее. Это стойкость 2. Очень крутая вещь. И, в принципе, было бы прикольно, если бы его добавили. Здесь также еще есть сырое мясо вот этой вот новой коровы. Если мы его съедим, то нам ничего не даст. А почему я его съесть не могу? Давай теперь включимся в креатив. А, кстати, да. Я так понял, что мод еще в разработке находится. И, возможно, поэтому в нем не все работает. Давайте я съем эту еду. И она нам ничего не дает. А вот пожаренное уже мясо нам даст... Я не помню, что. Вот. Поглашение урона. Точно. А, хлеб нам тоже даст. Какой-то хороший, по-моему... Что-то хорошее тоже даст. Давайте съедим хлеб. И он нам дал ночное зрение. Тоже очень крутая вещь. И я бы был не против, если бы его добавили ванька в принципе. Был бы прикольным, мне кажется. И что ж, у нас остался последний сундук, в котором всякий хлам. Например, это новые яблоки. Здесь есть обычное эндеритовое яблоко. И зачарованное эндеритовое яблоко. Если мы съедим его, кстати, красится они... А, это я покажу потом. В общем, если мы съедим обычное... То нам дадутся вот такие эффекты. Посмотрите. Это вообще какая-то имбовая вещь. Она нам дает скорость 3, силу 4, регенерацию 4, огнестойкость, увеличение здоровья 2, поглощение 5 и сила проводника 3. Это как зачарованное яблоко обычное. И это реально офигенная вещь. А теперь давайте я съем уже вот это вот яблоко, которое еще круче, чем это. Итак, съедаем его. И посмотрите, сколько нам всего дается. Скорость 5, проворство 5, сила 5. Супер прыжок 5, регенерация 5, огнестойкость, ночное зрение, увеличение здоровья 5, поглощение 5, сила проводника 5. Офигеть, вот это вот реально, я не знаю, по-моему, это уже слишком численная вещь. Хотя, если смотреть, какие тут мощные мобы, то в принципе все нормально. И в принципе это измерение края так, как и должно быть. Короче, это офигенная вещь. И давайте я вам покажу другие вещи, которые тут есть. Здесь также есть вот такое вот молоко. Я его уже пил. Оно нам дает стойкость. Есть вот такой вот рагу. Это эндовый суп. Есть пшеница, из которой, я так понимаю, крафтится. Вот этот хлеб. Также семечки, с помощью которых выращивается пшеница. И, кстати, по-моему, ее нужно выращивать на новой почве, которая есть в краю. Вот эту штуку я уже показывал, показывал гнилую плоть. Есть вот такая штука, вот такая штука, вот такая штука. И два новых зелья. Давайте попробуем скрафтить хлеб. Итак, берем... Да, хлеб крафтится именно так. Ну, все понятно, что это за штука. Я думаю, других применений у нее нет. И давайте попробуем выпить суп. И каждый раз он на нас будет накладывать плохие эффекты. То есть, вот, например, слабость, отравление, тошнота, скрипота, ну и, короче, много вот таких вот разных эффектов, нехороших. Также здесь есть вот такой вот крутой фрукт. И если мы его съедим, то мы получим левитацию на небольшое время. Это реально, вот эта вещь, мне она очень понравилась. И мне кажется, прям не хватало в Майнкрафте. Также здесь есть вот такой вот плод хоруса, новый. Я не знаю, чем он отличается от старого. По-моему, он ничем не отличается. Точно так же телепортирует. Но, по-моему, на более большое расстояние. Наверное, как раз этим он и отличается. И вот такой вот приготовленный плод хоруса. И также два зелья. Одно из этих зелий. Это зелья Тошноты. То есть слепоты. А другое зелье левитации. Это зелье слепоты. Вот, мы выпиваем, мы получаем слепоту на 30 секунд. И... Так, я случайно выполню там молоко. И также зелье левитации, которое дает нам левитацию на 30 секунд также. Это очень крутые вещи, наверное. Вот я давно думал, почему на крафте нет зелья слепоты и зелья левитации. Но теперь они есть. И давайте теперь я вам покажу последнее. Как у нас крафтятся яблоки и некоторые другие вещи. Чтобы скрафтить обычное яблоко, нам понадобится вот этот слиток и само яблоко. Заходим в Этерстаг. Ложим сюда яблоко. И обкладываем его вот этими вот штуками. И получаем обычное вот это вот яблоко. НДВ. А чтобы сделать зачарованное, НДВ яблоко, нам нужно сначала скрафтить блоки. Берем еще. Нам нужно хотя бы 9 таких блоков. Так, крафтим еще. Вот все. Вернее, 8 хотя бы нам нужно таких. Ложим яблоко. И обкладываем его этими блоками. И получаем уже зачарованное вот это яблоко. В принципе, крафт не дешевый. Я не знаю, насколько редко я Этеруда будет. Ну что ж, сейчас мы с вами отправимся в ад. Вот есть в Энд. Кстати, блок очень красиво выглядит. Мне он очень нравится. Реально крутой. Ну что ж, давайте уже отправимся в Энд и посмотрим, что там добавилось нового. Я, кстати, там еще не был. Я видел только картинки на том сайте, где я скачал вот этот монт. Что ж, прыгаем в портал. И я заспавнился вот в такой вот коробке. Давайте выберемся отсюда. И вон уже у меня сверху появилась. Надпись Дракона Края. Выбираемся отсюда. И видим здесь новых мобов. И по идее здесь еще должна быть новая растительность. Также вон зомби. Есть корова. Ну, где растительность и деревья, которые были на скриншотах. Может это будет на других островах Края. Ладно, давайте я пробую убить Дракона. Сейчас я по-быстрому это сделаю. Ребят, почему-то остальная часть видео не сохранилась. Ну да, в принципе ничего такого прям супер интересного не было. Я просто до конца убил Дракона. И отправился на острова Края, чтобы посмотреть, не добавилось ли здесь чего-то нового. Я хотел, планировал здесь найти новую руду, а также растительность и деревья новые. Которые должны были добавиться в Край. Но ничего из этого я не нашел. Не знаю, почему этого здесь нет. Ну а сейчас вот здесь вот. Можете видеть, как это должно было все выглядеть. Там в моде можно настроить, сколько может быть растительности в краю. Можно сделать ее много, можно в среднем, можно мало. Можно ее вообще убрать. Я сделал ее мало. Но на скриншоте это выглядело примерно вот так. А у меня здесь вообще все пусто. Но я думаю, ничего страшного. Ведь мод находится в разработке. И возможно это добавить в будущем. А вы пока что можете перейти по ссылке на тот сайт и сами ознакомиться с модом. А также поиграть вместе с ним. Ну а я со всеми прощаюсь. С вами был Чиргинс. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. И ставьте лайк. Если не понравилось, то напишите в комментариях, что вам не понравилось. Всем пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok